здравствуйте дорогие друзья ну фон у меня сами понимаете в какое время живем по-другому не получается но и вдруг вместе тоже не могу ничего вам снять потому что везде у нас все комнаты заняты все все комнаты кто-то живет вот поэтому только на кухне я могу с вами пообщаться или на улице кстати я вот взяла кофе йочек и думаю а почему бы мне с вами не пообщаться как помните те далекие довоенные времена когда мы с вами собирались и за чашкой кофе болтали о чем-то рассуждали что-то там выясняли и вот думаю дай-ка я сяду с вами и поболтаю да поболтаю ну рядом здесь у меня сейчас я вам покажу его час рядом со мной здесь как вы думаете кто а рядом здесь буря боречка как только я начинаю здесь мы собираемся обедать и он сразу приходит кушать он у нас такой компанейский пацан так вот что я хочу вам сказать у нас ну я знаю сейчас наверно меня забросают камнями опять я сегодня получила комментарии читала вот и прям столько негатива что мы все неправильные наверно нужно чтобы мы сдались да тогда будет все правильно так мы неправильные в общем у нас поменяли название самого большого проспекта в городе он протяжу протяженностью 18 километров раньше назывался московский проспект а сейчас он называется героев харькова я помню еще до войны я делала видео мы ехали со славочкой на машине я вам его показывала красивый проспект его недавно отреставрировали там меняли асфальтное покрытие в общем там ну красивый такой сделали проспект и у меня кто-то спрашивала почему он до сих пор у вас московский я люблю вот мы так привыкли московские московский но сейчас пришел пришло время когда он уже не московский а героев харькова но я так понимаю что у нас много теперь переименуют улиц и будут называться они по-другому а я вот с вами болтаю а у меня звучит опять воздушная тревога кстати мне кто-то в комментариях написал что харьков не бомбят ну вы знаете по поводу того что харьков не бомбят кто мне это написал мужчина какой-то по моему из москвы или санкт-петербург по моему из москвы я вас приглашаю на недельку приедьте в харьков и посмотрите как нас не бомбят вот просто приедьте и посмотрите как это все происходит но сейчас у нас опять звучит воздушная тревога несута сегодня у нас зачастили поэтому я временно пока с вами не прощаюсь но прекращаю а когда пройдет закончится воздушная тревога я опять с вами поболтаю что сказать вам ребята отбой воздушные тревоги но печальные новости обстреляли север харькова 3 пожара сейчас их тушат по поводу жертв пока еще ничего не сообщили так что такие у меня печальные очень печальные новости нас сегодня и ночью несколько раз бомбили вот днем сегодня это по моему четвертая тревога воздушная насколько их еще будет не знаю в общем живем мы как на пороховой бочке как говорится но зато дома знаете как домой хотелось это не то слово как хотелось домой вот я все время теперь думаю как мне провести прямой эфир ну прямой если допустим я вот сейчас записываю видео и воздушная тревога то я как бы остановила потом да ты запишу а если прямой эфир то придется его при прекращать потому что сами понимаете опасно вот такие вот у меня неприятные сегодня новости но не каждый день собственно говоря не очень приятный но сегодня вот так вот особенно я в конце этого видео как я уже говорила как я уже обещала я поставлю небольшой небольшое видео разрушенного города вот все кто не верят посмотрите а там ваше право верить не верить фейки не фейки я же говорю что если кто-то не не верит не доверяет приедьте и посмотрите что здесь происходит и как здесь происходит по поводу донецка луганска надежда я вас очень уважаю надежда вы знаете о ком я говорю вот и вы мне написали что ваша тетушка сидела в подвале ну столько убитых детей столько разрушенных домов только в одном городе несравнима ни с чем что о чем вы мне писали понимаете нас люди остались полностью нас весь микрорайон остался без жилья вся северная салтовка это одни руины просто одни руины бомбили насквозь разрушивали разрушивали просто все что можно или нельзя наш и университет каразина боже мой университет каразина разбомбить ну как так можно как и и это спецоперация которую о которой объявил ваш путлер и сказал что мы мирное население трогать не будем но это же вранье это самое настоящее вранье сколько моих знакомых моих друзей остались без жилья просто без жилья у меня сейчас живут мои родственники а что что делать если вот такая ситуация там жить нельзя сейчас даже если стоит дом то где гарантия что с него ничего не не разрушится вот буквально недавно показали отвалилась плита и упала прямо на машину то есть там все хлипко там все шатается это как карточные домики все разрушено люди одно время жили в метро потому что более-менее было безопасно сейчас у нас запустили транспорт метро запустили но и тем не менее для людей освободили места где они могут переночевать или спрятаться во время бомбежки ну знаете как этот анекдот так будет не всегда мы все таки верим что это все закончится вот и правда она одна и она все равно выйдет на свет божий и мы все узнаем всю правду но те кто здесь живет и те кто это все своими глазами видят то ему не нужно ничего показывать доказывать рассказывать мы сами все видим что происходит это не то что нам показывают там по телевизору или там кто-то сказал кто-то рассказал кто-то когда-то где-то видел кто-то кому-то позвонил нет мы сами все это видим и сами все это на себе ощущаем но я не желаю этого никому абсолютно никому у меня дочь она жила в арпине и что там происходило это только я не знаю нужно с какими железными нервами чтобы это все видеть и слышать и все это смотреть это был такой красивый городок причем очень было много молодежи очень много было молодежи и что из него сделали а буча буча была еще краше чем ирпень и таких городов очень много которых уничтожали и уничтожили это называется освобождение по-русски ну что россияне я прекрасно вас понимаю что вы нас ненавидите только не могу понять за что что вы не будете меня смотреть ну и не надо ну единственное чтобы я хотела чтобы вы когда-то поняли где правда а где ложь вот этого бы я очень хотела но я надеюсь что все равно когда-то когда-то вы это поймете между прочим насколько я знаю некоторые уже прозрели и некоторые уже понимают к чему это все приведет дело все в том что то что вы нас уничтожаете и дело в том что еще и у вас не все гладко и не все хорошо вот у вас же тоже там эти санкции эти поднятия цен да у нас тоже цены растут но у нас война а вы лучше жить не стали после этого совсем не лучше не стали жить ну кого благодарить сами знаете кого благодарить за такую жизнь но мы мы сильные мы выдержим все у нас будет хорошо все будет украина а а все а 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 Не, убираю, убирали. Я имею в виду летать пока. Это тоже горит. Ну, это сказали, я бачила, чтобы они его все почистили. Чистить. Да, хватит. О, боги. Фу. Трагнализация. Трагнализация. Чистить убираю. Ну, бачить. А он же в броневых чеках? Нет, без броневых. Ой, боже. Да. Алло. Здравствуйте. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Да, да. Ну, вот, я не слышал. Сухая, да? Такие ежики, ежики. Вот таки бачила ежики. Вон, дивись. Мусор. Стоять. Мама, да? Ааа. Ой, ой, ой. Вон, машина. А ты бачила. А ты бачила. А ты бачила. Нюх. Нюх. Вот таки бачила. Я не хочу. Мама, да? Я не хочу. Мама. Продолжение следует...